так итак дорогие друзья я приехал в морг вот морг судебки вот такой вот он идет вот видите я приехал вот он что у нас здесь пишется судовая медичная экспертиза да да вот это бывший магазин это же бывший магазин а туберкулезная больница закрыть а и тоже хотят закрыть шикарно ну но детский санаторий туберкулезно вот это против туберкулезно дашь детский детская лечебный санаторий уже на богу не закрыли говорили кстати обещали что не буду закрывать и так дорогие друзья захожу я во внутрь захожу я во внутрь ну сразу говорю убирайте детей здесь есть труп я его не показываю мужчину ну знаете но помыто просто да так просто у нас нет мистер чистоту не надо хотя бы просто показать не не саму морозилку а ну какого сообщества оборудования вот холодильника камера для охлаждения вот и все они закрыты сейчас да да все трупы мешкаки бачите тут запаху немає вообще холодильники может и зайти я я посмотрел вот все видно я понимаю вот трупы будут сегодня забирать чтобы он быстро не портился и не то самое а это гнилые ну то есть люди без определенного убийства разные не востребованные а потом что с ними приезжая похоронная служба мы оформляем их как через город с полком похороны и я так понимаю вот это ваше рабочее место да да у вас инфекционных столах еще есть изолятор тоже для инфекционных я прошу прощения конечно ну для себя куда она все сливается чтобы я просто понимал у нас канализация выходит в туб лекарню туб лекарня обеззараживает все именно туб лекарня занимается обеззараживание то есть все сливные эти самые стоки выходят на туб лекарню туб лекарня тоже свои стоки с той самой и вони это все дезинфицируют они специальные отстойники они отстаиваются обрабатываются хлорные нам тут вещества тоже выгодно потому что мы к туб лекарне я понял и вода от них тепло от них и канализация и мы тут спокойно а вот это называется холодильная или вот то холодильник как у вас холодная комната вот это холодная комната нет вот там где у вас даже здесь и прохладно все равно мы кондиционируем его а этот зал до того как мы начинаем работать то есть при кондиционер и ни в коем случае мы не работаем он целую ночь трупы принимаем трупы вы складируете в той комнате так понимаю нет будет здесь а вот вот в этом зале общем а кондиционер тянет сюда холод утром приходим вортуем хлорируем проветриваем вот сейчас у меня вопрос как обычно человека который работает также с к видом как у вас этот вопрос конечно сложно но вы же работаете с трупами которые никто не знает никто не знает да мы выезжаем на место происшествия и неизвестно чем он болел пытаемся узнать у родственников но родственники чаще всего но родственники не скажут они не скажут конечно то же самое касается и спида и гепатита даже наркотические употребления там умершим родственники никогда в жизни не скажут что употреблял наркотики самый лучший самый чистый самый хороший проблема в том что мы когда попадаем на пневмонию да мы должны остановить вскрытие да после того как мы определили 6 пневмония похожая на ковид да мы должны переодеться переодевается санитар и доктор эксперт остальные все тут еще должен быть медсестра которая записывает под диктовку все то что мы говорим начитываем она остается в другом помещении мы одеваемся в костюмы и в костюмах продолжаем вскрытие после того мы раздеваемся обеззараживаем костюмы переодеваемся в свою одежду и приступаем дальше к работе так вот из всех 9 тысяч или уже больше врачей медсестер санитаров то есть всех медицинских работников основная масса заболевших это те которые неправильно снимали противочувные костюмы вот эти которые нам дают сейчас и во время того как они раздевались они и происходило заражение их почему потому что должны стоять паровые души так называемые и вот под этим душем все должно смываться вот тогда только мы прекратим вот этот путь заражения медицинских работников то есть по факту в этом формате заражение через костюмы противочувные костюмы практически да практически да потому что нет правильной обработки по перед снятием костюма он должен полностью весь обрабатываться это одно второе помещение тесты тестов нет нам говорят что у нас тестов для живых не хватает а для трупов и поэтому мы не знаем родственники которые забирают эту пневмонию они могут он попробовать с трупом целовать его на кладбище дышать и так далее и тому подобное теоретическим может такое бы заражение от мертвого к живому теоретически то есть они целуют там родственники теоретически может быть разное может муха сесть на труб потом перелететь на какие-то продукты или одежды еще но это может даже маленький но он очень маленький одна комната только для два трупа по сути два эксперта работают по стандартам должна быть комната от приема трупов дальше комната должна быть секционный зал после этого комнаты для хранения трупов холодная комната или холодильная это 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 уже другая совсем комната и комната ритуальный зал для прощания с покоем то есть в этой комнате должны находиться родственники они всего этого даже и подавно не должны видеть должен быть отдельный вход с отдельной стороны они туда заходят на сквозную труп провозит с морга вывозит в эту комнату и они уже его забирают но по факту как вот у нас на ранжерейной в киеве когда есть прощальная комната где мы не видим ничего что-то мер ской единственной скормности единственный такой мур есть у нас у хабазы нет попельный есть в чудными значит чудном хабаза служивает и можно в люборе можно в люборе есть вот единственный морг который отвечает стандартам морга нормально отель люборским вот скажите мне вот чтоб люди понимали вот в этой комнате у вас проходят в год вот этот там три с копейками тысячи трупов да то что мне сказал ваш руководитель это еще с района то есть вот именно в этой непосредственно комнате свыше тысячи с копейками трупов господи боже мой когда вы успеваете как успевали подозрение на ковид значит это все должно быть набирается оплескиватель дез раствор и начиная с потолка заканчивая все низом полом это сюда жили но а подозрение я так понимаю никто же не знает подозрение не мы не вот иногда попадают трупы которые умирают скорой помощи и они может быть делают тесты по скорой помощи но можно вид к вид под вопросом вот и температура у них мы видим по сопроводительному листу есть это все мы уже боимся у меня жена патологоанатом на свет такая были медиаторами стали минуту судебно-медицинские эксперты пытала она там такой-то на вскрывает к видные трупы там остановленный диагноз уже из больницы конкретно поступает больной диагноз к вид вскрепие все как положено и вот она конкретно знает что идет на вот такой вот труб не есть подтверждение и история болезни и да она просто знает а мы слепые как кроты я в шоке серьезно вот этого всего честно но это касается не только это касается и спида я повторюсь но всех всех тяжелых в том заболевание все это все даже ну я говорил а то что туберкулеза очень много сотрудников которые болеют судмедэксперты и патологоанатомов и судебно-медицинских экспертов и так далее это одно из профзаболеваний слушайте вы здесь меня удивили я думал что у нас болеют только те кто работает с туберкулезом то есть получается это все из-за того что вы не обознаны то есть когда приходит труп вы не знаете что как и вы работаете как по стандарту но образно в этой маске которые мало того если копать глубже она обычно не разрешает копать глубже у нас зона мы можем получить трубы и чернобыльской зоны у нас нету дозиметров мы не проверяем трупы на радиоактивные у нас нету лаборатории для людей которые приезжают у которых может быть малярия желтая лихорадка а людей которые сейчас работают в африке и в других странах где есть специфические заболевания не всегда знаем что он там был потому что его могли поднять с улицы привезти к нам сюда бросишь и вот мы вот такие вот открытые полностью перед всем так ну вот смотрите 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 вот вот что потом не было многословно и такой американский просто вы думаете в американских фильмах красивый стол стоит посредине холодильник холодильники до музыка играют отдельные комнаты вот вам ситуация трупа и не буду показывать мужчины не было моментов вот это секционное это получается вот в этом зале вы принимаете трупы да по сути и они хранятся перед выдачей а то есть уже вскрытые проверенные со всеми нюансом приедут родственники мы им понял все спасибо вам спасибо вот вот так вот он выглядит вот так вот что я могу сказать своими глазами я увидел я не знаю получится пообщаться у меня ближайшее время с руководством моза и руководством комитета здравоохранения но я очень хочу чтобы вы это видео обязательно увидели обязательно поняли работу судмедэкспертов и сделали для себя вывод вот сейчас мы еще подойдем заснимем просто чтобы понимали насколько тяжелая работа с медэкспертом мы идем на летнюю террасу скажем так там несколько из трупов гнилых я так понимаю мы посмотрим это гнилые трупы я так понимаю да которые бомжи и что неизвестные уже как вы работаете в таких условиях мать 075 ставки выезда на дежурство как часто у вас вот такие вот трупы летом постоянно каждый день практически то есть вот так вот такие вот трупы каждый день сегодня два сегодня три сегодня три так слушайте но это же даже рядом находиться нельзя с ними потому что это болезнь можно схватить любую больших городах по районам тоже практически раз в неделю летом бывают а вы вы их здесь вскрываете эти гнилые да прям здесь на улице потому мы морг сохраняем до такой степени что он хоть меньше инфицировать вообще по вы положено в морге чтобы было чистая секционный и секционная для инфекционных слушайте украинцы посмотрите что это такое я честно говоря я и первый раз такое вижу и мухи которые летают дальше по магазинам мухи мухи черви все остальные мухи это приписи поэтому люди будете руки обязательно каждый раз мойки руки неизвестно это муха куда залетит да я вижу гнилые это все гнилые для честно здесь даже пишут ваши судмедэксперты смениска области сальвовская респект что вы начали об этом говорить надеемся скажите по поводу мухи всего остального магазина я так понимаю вот это все может быть магазине это все может быть не только в магазине это все может быть квартире частные дома частных домах это все может быть на базаре на прилавках там где свежее мясо продают бесконтрольно это все может быть на разрезанных арбузах и дынях это все может быть на руках у детей которые бегают падают потом мама им покупает мороженое пирожки и так далее не дезинфицируя руки это все может залететь в операционную если в операционной плохо закрыто окно это все может быть везде все понял выхожу отсюда запах сумасшедший я не знаю как вы работаете это просто какой-то ужас я только что увидел я то что только шую то что никогда в жизни не видел гнилой труп лежит с мухами со всеми нюансами все это в летний в летний господин президент честно скажу вы просто ели я вам скажу честно у ели со всеми тем кому со всеми сволочами кто там с вами сидит вот это вот это все что здесь творится вот эти люди я не знаю и надо просто памятник поставить но для меня присутствует Продолжение следует...